У них жить нормально, 17 квадрат места есть, говорят. Сказали, жить нормально. В этом доме много лет прожил Суфияршем Суддинов, ветеран войны. Победу он встретил в Берлине, а старость пришлось встречать здесь. По мнению чиновников, обследовавших в свое время несколько раз жилье, дом сначала признали пригодным, а потом, когда не увидеть очевидного было уже невозможно, выкинули адрес и самого ветерана из списка нуждающихся. Видимо, благоразумно решили, что бездомных все равно приютит кто-нибудь из десятерых детей. Хотя в Республиканском совете их уверили, ветеран имеет полное право на жилье. Обращались к военной комиссариатам, ветеран Советов. Они сказали мне, им положено надо. Администрация письма отправили, вроде мне не отправили письма. В конце концов, после очередного отказа на семейном совете приняли решение, что одна из дочерей построит на участке дом, а родители будут жить по очереди у детей. С тех пор бездомный орденоносец, которому сейчас 90 лет, и его 80-летняя жена скитаются по республике. Ветерану войны Ангаму Фаизовичу через три недели исполнится 88 лет. Все удобства на улице. Но сам он считает, что живет пока неплохо, даже в прогнившем насквозь доме. Менять будут до подоконника. Окна менять будут. А вы не думаете, не развалится, если стены-то? А если косяки не уберут, то они, я говорю, дом-то развалится, косяки если уберут, так у косяки уберут, говорит, не будут. В доме у ветерана чистота и порядок. Именно эта любовь к порядку, кажется, и подвела его. Всю свою пенсию в 20 тысяч рублей он тратит на постоянный косметический ремонт. Обшил потолок и стены фанерой, чтобы не было видно прогнивших стен. Комиссия посчитала, такие условия в доме, построенном фактически больше 100 лет назад, для старика будет достаточными. Ну, летом у меня тут-то святы, около тротуара полежали к святы. Я уже все везде сам стараюсь, сам делаю. Может, сам виноват. Его призвали на войну 17-летним мальчишкой в ноябре 44-го. На фронт он уже не попал. Но служить ему пришлось 6,5 лет. Сначала конвоировал пленных, потом еще 3 года санитаром. Взяли его туда все за ту же любовь к чистоте. Но тяготой войны он успел хлебнуть в полной мере. Очень плохое питание было, третья норма. Ни масла, никого, заместя жира давали, яичный порошок вложили. То есть получается, что вы мылись в баню у военно-пленных? У военно-пленных, в лагере, внутри лагеря. Там у них умывались мы. Его фамилия в списке ветеранов, которыми мы гордимся. Но жилье ему не положено. В администрации дали ответ – он не фронтовик. Хотя по всем законам вне Нефтекамска ветеран давно должен был получить благоустроенное жилье. И таких неустроенных ветеранов у нас как минимум трое. Но вряд ли им стоит надеяться, что к 70-летию их победы им предоставят жилье. Ведь чиновники сейчас тоже усиленно готовятся к их празднику, устраивая бесконечные торжества. Лилия Грифульна, Денис Кузнецов. Время новостей.